Приветствую вас! Вы знаете, ну, первое, на что хочется, наверное, обратить ваше внимание, это на то, что вы не задаете никакого вопроса, вообще, вообще никакого вопроса вы не задаете. Вот. Хотя, нам, вот, психологам, вопрос, вопрос ваш очень важен, то есть, что вы хотите. Вот. На мой взгляд, это очень важная такая история, на мой взгляд, это очень важный такой момент, вот, чтобы вы сами определили для себя, чего вам хочется, что вам, собственно говоря, нужно. Вот. В чем вы нуждаетесь и чего хотите, например, от психологов, в принципе. Потому что пока, ну, этот момент не очень ясно. Вот. Не очень ясно, что вам нужно от нас. Вот. Дальше, значит, чтобы получить полную картину происходящего, нужно, конечно, проанализировать ваши отношения. В частности, то, что вы жалуетесь на своего мужа. Вот. Ну, он, скорее всего, всегда был таким. Ну, скорее всего, ваш муж, он всегда был таким. То есть, он, скорее всего, всегда был, вот, в некоторой степени зависим от отца. Вот. И вы это знали. А почему раньше вы его, получается, принимали, а потом перестали, на что вы рассчитывали. Это, пожалуй, ключевой вопрос, который может послужить толчком к получению ответов по поводу ваших дальнейших переживаний всех. Вот. А если вы своего мужа не принимаете, если вы настроены по отношению к мужу враждебно, если у вас есть ожидания, которые как-то вот, ну, как-то могут давить на супруга, то он, естественно, будет от вас отдаляться. Вот. Вот. То есть, это неприятно, но это... Так. Вот. Постарайтесь подумать о том, что вы сейчас на данный момент чувствуете по отношению к мужу. По отношению к своему мужу. То есть, вы, например, хотите чего-либо по отношению к своему мужу сейчас, на данный момент. Или нет. Или не хотите. Если вы хотите для своего мужа чего-либо, очень желательно понять, чего именно вы хотите для своего мужа. Вот. Проявляется ли как-то то, что вы чего-то для него хотите? Вы пишете о том, что мечтаете о, значит, разводе. Означает ли этот факт, что муж вам не интересен больше, что вы не хотите для него ничего делать? Вот. Или вас исключительно обида говорить сейчас, и вы просто не знаете, как и что вам дальше делать. Вот. На мой взгляд, это важный аспект ситуации. Ну вот. То есть, разнестись вы, в принципе, успеете всегда, вот, попытаться восстановить отношения с мужем, попытаться поговорить с ним, выразить ему свои чувства, причем именно ваши аутентичные чувства. Вот. А не претензии, а не претензии. Вот. Это было бы весьма, весьма, весьма перспективно. Вот. Такой момент. Но здесь всё зависит от вашего желания. Вот. Здесь всё зависит от вашего запроса. Понимаете? То есть, если у вас запрос есть, именно запрос, запрос на перемены, запрос на что-то, что это одно. Вот. Я понимаю, вы чувствуете, что вы потеряны, вы чувствуете, что вы одна, вы ощущаете одиночество. И, наверное, кажется, что вы никому не нужна. Вот. Вот. Я понимаю вас. Вот важно донести домой же это чувство. Понимаете? Вот. И определиться с тем, тот ли это мужчина, я имею ввиду ваш муж, тот ли это мужчина, который вам нужен. Потому что если у вас есть сомнения в том, что это тот мужчина, который вам нужен, то, возможно, действительно лучше развиться. Потому что без принятия, именно без принятия человека таким, какой он есть, что является залогом любых отношений, вот, вам ничего не исправить. Вам ничего не поправить. И дело здесь не в том, на самом деле, есть ли у вас чувства к нему или нет. И дело здесь не в отце, а дело здесь исключительно в вас. В том, что вы хотите. Для себя сами. Вот такая простая, я надеюсь, арифметика. Поэтому, сперва выразить свои чувства, выразить свои эмоции, разобраться в своих чувствах и в своих эмоциях. А после этого уже можно будет смотреть, как это совместить, допустим, с тем, что вы чувствуете по отношению к мужу и по отношению к его отцу. Которые, кстати говоря, ну, были изначально. То есть, они именно, как вот, не появились ниоткуда, допустим. И отец у вас был таким же, какой он, вот, сейчас очевидно. И отец тоже. Вот. Такая вот история. То, что вы плачете, конечно, это от обиды. Понятно, что вы плачете от обиды. Но очень важно понять или лучше прочувствовать то, что вам хочется. Что-то вам нужно. Вот. Такая вот история. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Ну и хочется сказать, что изменение вашего поведения обязательно вызовет изменение в поведении мужа. Потому что любая семья, это система. Если вы беременны, значит, вы решили довести ребенка. И значит, у этого есть некая своя субъективная сторона. То есть, вы как-то пришли к этому решению. Вы как-то к нему пришли. Вот здесь и нужно подумать о том, как. Когда вас начало отражать то, как муж себя ведет. Ведь я уверен, что изначально вы с ним этот аспект обсуждали. Я уверен, что изначально вы исследовали это. То есть, в какой-то момент у вас все разошлось. Вот это вот и нужно исследовать. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok